Да, в Святую Ирину вход 36 турецких лир, если у кого, ну, выгоднее, конечно, брать мюзиум-карт, она вот сейчас стоит 204 лиры, стоила 220, сейчас 204, вот. Вот, потому что 72 и 42 вы отдадите за Топкапы, это входит сюда же, сюда же войдет вот эти 36 лир посещения Святой Ирины, сюда же войдет и хороший музей археологический, а остальное там по мелочи тоже можно посмотреть, много интересного. Музей Корее, он далеко, но вход в него 54 лиры, чтобы отбить, можно съездить. Там говорят, что еще более древняя церковь и очень в ней хорошо сохранились, так и мозаики. Топкапы и Святая Ирина находятся прямо сразу сзади, за Святой Софией, за Иссофией. Вот, мы возвращаемся назад, потому что мы живем с этой стороны Топкапы. Вот, идем через Пушечные ворота. Тут все, основал Мехмек V, в 475 году, ну да, тут сейчас проходили мимо, сказали, 475, 478. На самом деле, в 479-й, по крайней мере, такие в Википедии данные. Пушечные ворота. Так и переводится Топкапы. Так, вот это Холли Мьюзиум. Холли Мьюзиум. Это музей ковров, ковроткачества. Вот так вот. Что значит, Ковроткачество? Вот это источник питьевой. Вот такой он красавец. Питьевой источник прямо у дворца Топкапы. Ой, питьевой источник. Ну, сейчас в него не пускают. Раньше, да, здесь приезжие в ожидании оведиенцы и так далее, могли набрать воды, попить воды. Вот Айя София, красавица. Так, вот наше такси по Стамбулу. Вот местный колорит. То, что турки сами едят, то они предлагают и туристам. Они сами любят эти семиты, они сами любят такие сладости. Они сами обожают каштаны и печеные, каштаны и кукурузу. Предлагают гостям просто едят сами, чтобы они попробовали. Турецкого колорита. Так, сейчас мы хотим найти усыпальницу Мавзолея Принцев. Ну и посмотрите, вот в конце ноября какой ужас народа. Простой день. Простой день. Народ везде и всюду. А выходные, говорят, здесь еще больше турков приезжают. Это что-то. Вот мы подошли к входу. Ой, в голубую мечеть. Вход бесплатный. Ну, надо, чтобы плечи были накрыты, коленки не были голые. Женщинам голова покрыта обязательно. Можно в брюках, хотя официально вроде бы нельзя, но всех пускают. Так. И здесь тоже, как во всех мечетях практически, во всех памятниках, идет ремонт. Конкретный ремонт. Все закрыто. Все закрыто. Вот эта вот беседка, это для омывения ног. Да. Кусочек маленький купола мы можем увидеть. Увидеть. Нам вот оставили его. О, боже мой. Вот так вот. Попали мы в музей. Дорвались. Рвались, рвались. И дорвались. А что он рядом? Он весь, практически, закрыт лесами. Да. А что нам на вас не видали? Да. Ну да. От него идти 300 метров до нашего. Вот, зона для верующих, немножко отделена. Вот здесь вот они складывают обувь. Пакетики одноразовые даются на входе. Да. У женщин отдельно, Леночка, для малины. Вот эти вот пять метров диаметра колонны. Вот там еще такая же колонна. Они держат вот этот купол, Лена, которого мы не видим. Ну, блин. И главное, нигде информации не было, что купол закрыт. Что и реставрация ведется, да, что там леса кое-где. Ну, что основной купол закрыт, это... Ой, все. Вот такие вот пятиметровые колонны. Там еще две. Вот они держат своды. Да. Вот, со стороны выхода можно лицезреть красоту. И часть купола. Ну, это не основной же купол. Нет, конечно. Нет. Это не основной купол. Вот она, еще одна пятиметровая колонна. Это купол основной. Двор. Да. Да. Вот здесь тоже для молебна отделено людям, да. Чтобы могли молиться. Потому что действующие, действующие. Мы пришли во время, указанное, как не молебен. Потому что три молебна в день. И три промежутка для туристов рекомендуемые. Ну, хоть с этой, с наружной стороны, не очень завалили ее. Да. Не, ну, вообще, мечеть очень красивая. Мне она внешне больше, конечно, нравится, чем Ая София. Потому что Ая София ее укрепляли сколько раз. А это вот Мехмед Первый. Долго строил ее, блин. Семь лет. С 609 по 616 год. И поставил, блин, шесть минаретов. Обалдеть. Мы сказали, что зазнался. Шесть минаретов только в единственной мечети. Ой. Да. Короче, говорят, что он выделил денег для того, чтобы седьмой минарет пристроили. Во. Ну, это по слухам, что выделили. Он выделил денег на строительство седьмого минарета в Мекке. По слухам. Я думаю, что в Мекке они и сами могут найти денег. Могли. Не, ну, он молодец, конечно. Она тоже выдержала массу землетрясений. Тоже у нее часть купола обрушилась, восстановили. А голубой ее назвали, потому что более 20 тысяч голубеньких изразцов. И расходовано на ее кубол. Да, и диаметр купола я ляпнул. Всего 23 с половиной, Леночка. Вот и здесь реставрация. По три балкона. На этих колоннах. По-моему, на других трех колоннах по два балкона. А очки темные на мне. Мы все время с тобой в темноте снимаем эти колонны, Лена. Я хоть сейчас их... Да. Змеиная вон. О-о-о-о. Нет, действительно, полторы тысячи лет. До нашей эры ее изготовили. Она как новенькая. Гранит такой вообще. Прямо вон здание этого, балкончик какой, да? Классный. Прямо вон. Прямо влажного размера. Прямо вон.